Итак, в седьмом поколении консолей Microsoft успешно реализовала весь накопленный опыт в Xbox 360, а Nintendo удивила рынок своей инновационной Wii. А что Sony? После нереального успеха PS2 казалось, что даже наличие таких серьёзных конкурентов не помешает захватить рынок уже третьему PlayStation подряд. И несмотря на то, что PS3 провальной назвать нельзя, да и в нашей памяти она засела достаточно хорошо, до успеха её предшественниц было очень далеко. Сегодня мы вспомним, что же пошло у Sony не по плану. Если помните выпуск про PlayStation 2, я начал с того, что её разработчики начали разработку с творческого ступора, в котором они попросту не понимали, куда развивать свой продукт. Складывается ощущение, что с тех времён Sony не слишком-то многое поняли. Разумеется, кто я такой, чтобы обвинять в некомпетентности гиганты электроники. Но первая же презентация будущей приставки, произошедшая на E3 2005, обернулась двумя часами скучных вещаний о том, какой восхитительно мощной будет новая консоль. И два HDMI порта у неё будет, и три порта Ethernet. А какие крутые ролики Killzone, F1 и Moto Storm выкатили! Если бы они не оказались очевидными пререндеренными фейками, цены бы им не было. Реальных демо-версий игр, как и хоть какого-нибудь прототипа приставки, Sony не привезли, и PS3 пришлось ждать до 2006 года. Там уже показали и реальный геймплей разных игр, который, ожидаемо, был куда приземлённее прошлогодних роликов, и сам PlayStation. Попутно объявили цену — 600 долларов за полноценную версию и 500 за урезанную с меньшим жёстким диском без HDMI, кардридера и Wi-Fi. Внимание, вопрос! Имелась ли хоть одна причина у аудитории раскошеливаться перед японцами при наличии уже закрепившегося на рынке Xbox 360, который, к тому же, стоил всего 300 долларов? Такой причиной могло стать мощное железо приставки. Но с ним был нюанс. PS3 действительно получилась мощной, с этим сложно поспорить. Некоторое время в интернете гуляли новости о том, как учёный из Массачусетса собрал из множества приставок суперкомпьютер для исследований и моделирования чёрных дыр, а потом и о других кластерных системах из третьих PlayStation. По расчётам, обычные компьютеры аналогичной вычислительной мощности стоили бы нереальных денег по сравнению с получившимися таким образом тратами. Впрочем, видимо, для учёных третьи PlayStation и делали, поскольку все разработчики выли от переусложнённой архитектуры консоли. У них попросту не получалось реализовать всю ту сказочную мощность, о которой говорили в презентациях, из-за чего порты на PS3 нередко получали урезанную графику или частоту кадров. Небезызвестный Гейб Ньюилл в одном из интервью посоветовал Sony всё отменить и начать заново. Вот настолько всё было плохо. Вдобавок первой версии приставок грелись и ломались, куда ж без этого, так что первое время компании пришлось попросту дорабатывать своё многострадальное детище. Эд коснулась даже геймпада, который в качестве фишки умел определять своё положение в пространстве. Но поначалу из-за патентных споров лишился уже привычный игрокам функции вибрации. Ну, Эд хотя бы не тот вариант с изогнутым корпусом, что был на гулявших по сети концептах. Такой и в стену не кинешь, он же обратно прилетит. А ещё PS3 отметилась рекламой не потерявшей своей психоделичности со времён предшественницы. Вот как вам, например, знаменитый ролик, в котором показывают куклу-младенце, сидящую в пустой комнате напротив консоли. К моменту, когда кукла начинает плакать, а PS3 взлетать в воздух, невольно задумываешься, не проходил ли там снова Дэвид Линч. Впрочем, я что-то чрезмерно концентрируюсь на ошибках Sony. В конце концов, похвастаться тоже было чем. Например, PlayStation 3 пользовалась успехом в качестве дешёвого, доступного и качественного Blu-ray проигрывателя. Помню, что и у нас интересовались приставкой не только по её непосредственному назначению, но и для фильмов в высоком разрешении. Ну и игры были весьма хороши, особенно когда Sony привела в порядок консоль, а разработчики научились с ней обращаться. Вот, например, The Last of Us, вышедшая ближе к концу поддержки третьего PlayStation. Уверен, что про неё хотя бы слышали все, особенно в свете нашумевшего сиквела, но на всякий случай напомню завязку. В этом экшен-адвенчуре от третьего лица мы играли за контрабандиста Джоэла, живущего, а точнее выживающего в постапокалиптической Америке. Большая часть человечества вымерла из-за заражения опасным грибом. Все совпадения с реальными событиями случайны. Далее сюжет развивается как отличный голливудский боевик с драмой и поворотами, и я настоятельно рекомендую ознакомиться с ним самостоятельно, хотя бы в видео, а лучше, конечно, в прохождении. Тем более, что мир как сюжетно, так и геймплейно ощущается живым и реалистичным. Взять хотя бы здешний стелс — секции, где нужно незаметно прокрадываться по-настоящему напряжённые, причём это прекрасно обосновано сеттингом и событиями. Техническая игра тоже была великолепна и выжимала из PS3 практически тот самый потенциал, что обещали ещё на старте. Возвращаясь к PlayStation 3, нужно отметить, что качественные тайтлы выходили не только под конец жизненного цикла приставки. Те же Naughty Dog, которые и сделали The Last of Us, до неё выпустили серию Uncharted. Это был не менее качественный приключенческий боевик про поиск сокровищ, исследование локаций и акробатику на скалах, лианах и других природных объектах. Я познакомился с Uncharted гораздо позже, чем следовало бы, когда Tomb Raider уже перезапустили второй раз, и моё первое впечатление от геймплея получилось таким. Вот они приключения Лары Крофт, которые мы потеряли. К слову, главный герой по имени Нейтан Дрейк показался даже интереснее, ведь он был гораздо подвижнее, удобнее в управлении и к тому же не скупился на шутки и комментарии происходящего в своих приключениях. Что касается их, то тут примерно та же история. Я могу сказать, что в первой части Нейтан ищет Эльдорадо, во второй следует по следам Марка Пола, а в третьей изучает тайны своего предка Фрэнсиса Дрейка. Но лучше будет погрузиться в сюжет самостоятельно. В конце концов, что-что, о истории Naughty Dog рассказывать умеют. Примером ещё более захватывающей истории была Хэви Рейн. Это детектив про поиск серийного убийцы, оставляющего на месте преступления фигурки Оригами. Задумка игры до неприличия проста. На экране происходит некое действие, можно сказать, одна огромная заставка. Иногда появляются кнопки для контекстных действий наподобие квиктайм-эвентов. Но, как и в реальной жизни, неудачное или даже невыполненное действие не приводит к геймоверу. Вместо этого сюжет развивается дальше, предлагая, как говорилось в Моровинде, жить дальше в проклятом мире, который сами и создали. Благодаря этому Хэви Рейн можно назвать полноценным интерактивным кино. При этом действия, требуемые от игрока, не ощущались хаотично засунутыми в кат-сцену наборами кнопок. Всё всегда было обосновано и привязано к происходящему в конкретный момент, благодаря чему оторваться от сюжета попросту не получалось. Особенно мощным погружение становилось при использовании контроллера PS Move, поддержку которого добавили буквально через неделю после релиза. К слову, нужно поговорить и о нём. Это был очевидный ответ нинтендовскому Wiimote с приблизительно тем же функционалом. Он тоже отслеживал движение, позволяя целиться виртуальным прицелом и махать руками в реальности для осуществления виртуальных действий. Основные отличия в опыте использования я бы назвал субъективными. Передача движений показалась чуть точнее, корпус удобнее прямоугольного Wiimote, и ещё у PS Move был забавный светящийся шарик, который тоже помогал приставке понимать положение контроллера в пространстве. Нет, правда, вживую он очень залипательно светится. Для части игр приходилось помимо Мува держать во второй руке и обычный дуал-шок, например, для перемещения персонажем. Но и эту проблему решили нинтендовским нунчаком. В смысле, плейстейшеновским навигейшн-контроллером. Мув поддерживал целую россыпь игр, среди которых можно найти как банальные спортивные симуляторы и тиры, так и крупные проекты. Например, Resident Evil 5 в целом мне показался не очень интересным. Но вот с моушен-управлением проходить его оказалось даже весело. Возвращаясь к Heavy Rain, эта фишка усиливала эффект погружения, ведь теперь нужно было не просто реагировать на подсказки на экране, а хотя бы немного шевелиться. Такая, казалось бы, незначительная деталь делала и без того увлекательное повествование ещё более захватывающим. По-другому использовала атмосферу и погружение Siren Blood Curse — переосмысление нашумевшей в своё время Forbidden Siren с добавлением механик из её сиквела и новых идей. На первый взгляд, это был классический ужастик про то, как группа журналистов отправилась в японскую деревеньку и обнаружила там весьма интересных молодых людей, проводящих время за жертвоприношениями. В довесках имелся целый мешок спорных решений. Например, несколько рваная подача сюжета через эпизоды и скачки от персонажа к персонажу. Боевая система, позволявшая более-менее спокойно драться с монстрами, множество подсказок по ходу прохождения и ещё много чего. Но самое главное, что игра действительно пугала, и оторваться при этом было невозможно. Была какая-то магия в грамотно сделанной темноте, анимациях персонажей, саундтреке и даже сюжет с эпизодами в итоге раскрывался как жуткое и хорошо продуманное расследование. Ближе всего по ощущениям этот хоррор мне напомнил старый добрый Silent Hill, когда играешь, следишь за событиями, а через пару часов не можешь отойти от давящей атмосферы японского ужастика. Продолжая тему тайтлов с глубоким сюжетом, нельзя не поговорить вновь о Metal Gear Solid. В отличие от других крупных игр серии, четвёртая часть так и не выбралась за пределы PS3, что даже немного печально, ведь это великолепное произведение. Тот тактический шпионский экшен, которым всегда был МГС, достиг своего апогея, переместившись непосредственно на поле боя. Причём это не просто описание сеттинга, при разработке слоган игры гласил «No place to hide», и по сюжету весь мир оказался охвачен войной, из-за чего Солиду Снэйку приходилось скрываться уже не в стенах тесных помещений и даже не в лесах, а прямо посреди баталий. Для этого, естественно, вновь расширили арсенал гаджетов. Например, новый костюм позволял имитировать текстуру поверхности, к которой персонаж прижимался, что при должном навыке позволяло скрыться на ровном месте. История тоже подошла к своей кульминации. За долгие годы существования серии в ней появилось множество сюжетных линий, и практически все они здесь пришли к логическому завершению. На развязку 20-летнего сериала намекал даже внешний вид сильно постаревшего Снэйка. В общем, это определённо та игра, для которой и сейчас стоит разжиться третьим PlayStation. Но что и всё о серьёзных и взрослых тайтлах. Так, в своё время не меньше, чем МГС-4 ждали Little Big Planet — платформер с головоломками про тряпичных человечков по имени Сэгбой. Или Сэггёрл, если вы предпочитаете бегать за женских персонажей. Геймплей навевал тёплые воспоминания о восьмибитных приключениях в двух измерениях. Атмосфера была куда более детской и милой. При этом всё в игре сделано из картона, камней, верёвок — в общем, разных подручных материалов с их относительно реалистичной физикой. Помимо ощущения скрафченных вручную локаций, это позволяло ещё и взаимодействовать практически со всем окружением. Скажем, если впереди появлялся какой-нибудь завал, то можно было его разобрать, а потом ещё и использовать штуки из завала, чтобы забраться повыше или активировать весы. Это всё уже звучит неплохо, но лучшее, что сделали в Little Big Planet — это редактор уровней. Здесь-то воображение могло разгуляться на полную, благодаря чему креативные люди могли воссоздать здесь Mirror's Edge, парк юрского периода, хоть работающий калькулятор. Даже немного странно, что это была игра не на Nintendo. Не меньше уникальностью поражала Gran Turismo 5. Казалось бы, рейсинг и рейсинг, что такого, но в случае с ней даже сложно с чего-то начать. Взять хотя бы шедевральный интро, который добрых пять минут показывает мир профессиональных гонок прямо от завода, на котором производят все запчасти автомобиля и до проезда по трассе. Казалось бы, кто в здравом уме будет так долго не пускать в свою игру, однако здесь это ощущалось уместной подготовкой перед столь масштабным проектом. Далее, коротко о главном. Больше тысячи автомобилей, правда, 800 из них приехало из прошлой части, но тем не менее. Безумно реалистичная физика, включавшая в себя модель повреждений и целая гора разных режимов. Можно было начать с обычных заводов или режима карьеры, потом через час обнаружить себя делающим из повторов красивые снимки автомобилей, а через два часа пропасть в режиме тренера автомобильной команды. Да-да, тут позволяли гонять не только самому, но и руководить виртуальными гонщиками, анализируя их поведение и влияя на него различными рекомендациями. Иначе как колоссальный Gran Turismo 5 не назовёшь. Ну и раз мы пошли по уникальным играм, то как не вспомнить Джорни. Технически это тоже игра-рассказ наподобие Heavy Rain, но совсем другого рода. Вместо обычных заставок или даже геймплея, через который мы бы знакомили с персонажами, здесь можно было обнаружить нереальное медитативное путешествие, как и гласило название. По большей части всё, что требовалось сделать, это двигаться по пустыне, но при этом каждый игрок выносил что-то своё из этого опыта. Может быть, Джорни вдохновит вас двигаться вперёд к своей цели или расскажет о цикличности всего вокруг. Даже если из этого получается только полтора часа любования пейзажами, я бы всё равно мог посоветовать их выделить и пройти это путешествие самому. Как и водится, значительную часть хитов на консоли всё же составляли разного рода шутеры. Тут можно вспомнить Resistance Fall of Man – шутер от первого лица про альтернативное развитие истории 20 века. В двух словах, восстание большевиков подавлено, из-за чего СССР не случилось, а Россия закрыла свои границы. Падает Тунгусский метеорит, который начинает изменять климат и влиять на природу. Но информация о происходящем не поступает, пока из России не начинают разбегаться орды злых мутантов, с которыми игрокам предстояло бороться аж на территории Британских островов. А вы говорили, что все инопланетяне и монстры начинают шествие своё из Нью-Йорка. Самой запомнившейся фишкой стало местное оружие. В отличие от стандартных перечней формата «Пистолет, дробовик, автомат» игрокам выдали крайне изобретательные пушки, расширявшие тактические возможности. И они не раз пригождались в борьбе с весьма умными противниками, дизайн которых, к слову, тоже радовал разнообразием. И, пожалуй, в этом самая сильная сторона Resistance. В него было чертовски интересно играть с точки зрения геймплея. Конечно, подобный проект просто не мог остаться без сиквела. И если вторая часть вышла просто неплохой, то вот третья сумела развить преимущество оригинала и стать отличным боевиком, наделавшим в своё время немало шума. Killzone 2, напротив, брал не сверхнеобычным геймплеем, а красотой исполнения. Это ещё один шутер от первого лица с джентльменским набором фишек того времени. Транспорт, укрытие, интерфейс, бесчётчика здоровья — всё прям по трендам. Завязка тоже не выделялась необычными деталями. Мрачное будущее, в котором человечество осваивает космос, и, конечно же, нельзя было не встретить враждебную инопланетную расу. В первой части мы отбивали её нападение, и здесь уже сами переходили в наступление. Благодаря этому игроков познакомили с планетой Хелган, и её пейзажи действительно впечатляли. Речь, конечно, не об эстетике груд мусора и радиоактивной местности, хотя и в этом что-то было, а об освещении, детализации и спецэффектах. Пожалуй, сравниться по планке качества графики с этой игрой мог только всё тот же Metal Gear Solid 4. В ту же копилку можно добавить физику, из-за которой противники даже после смерти могли исполнить какой-нибудь зрелищный кульбит. И ведь всё это не лагало даже в самых насыщенных сценах. Здесь невольно вспоминаются рассказы о мощности PS3. К слову, о требовательных к железу играх. Здесь же ещё была GTA IV. На фоне Сан-Андреаса пятой части четвёрка как-то даже затерялась, ведь совершенно незаслуженно. Взять хотя бы, так сказать, русскую тему, которую бурно обсуждали после анонса. Как и водится, в серии главный герой с характерным сербским именем Ника Белик был представителем криминальной прослойки. Но в отличие от предшественников, он понаехал в Либерти-Сити в поисках американской мечты. Его туда позвал кузен Роман, тот самый, что потом половину игры звал нас в боулинг. Не отходя от темы, стоит вспомнить и радиостанцию Владивосток ФМ, взрывавший мозг своим содержанием. Цой, Сплин, Ленинград, Ранетки. Так, надо не забыть потом вырезать на монтаже последнее. По геймплею GTA IV представляла собой классическое «Тех же щей да погуще влей». Снова езда на машинах, стрельба и выполнение миссий, но с целой кучей нововведений, от возможности выборов в миссиях до полноценного онлайн-режима. И всё это с большим упором на реализм. Возможно, именно какого-то старого фарса и безумия в четвёрке не хватало. Но за исключением этого её легко можно назвать достойным продолжением серии. А закончить на сегодня я хотел бы экшеном Infamous, ставшим отличным симулятором супергероя. Здесь играть предстояло за Коула Маграта, попавшего в эпицентр взрыва, наделившего героя способностью контролировать электричество во всех его проявлениях. В отличие от привычной тогда супергероики, по лицензиям, старавшейся натянуть способности персонажей на игровые ситуации, здесь разные сверхъестественные навыки служили перемещению и боевой системе. Благодаря этому мы могли стрелять молниями, летать, скользить по проводам, драться энергией в ближнем бою, и всё это управлялось более чем удобно. Из слабых моментов я бы отметил сюжет, который был неплохим, но и выдающимся его назвать сложно, и систему репутации, работавшую по принципу «хороший парень должен пощадить побеждённого, а плохой — добить». И по факту это не так уж сильно влияло на прохождение. Впрочем, всё это перекрывалось предельно весёлым геймплеем, особняком в котором стояла боёвка. Набор способностей и лёгкость управления позволяли постоянно экспериментировать, меняя стиль игры, благодаря чему Infamous не надоедал до самых титров. И так вот, я это всё к чему. Несмотря на то, что у Sony наперекосяк пошло всё, что только возможно, PS3 запомнилось прекрасными тайтлами, особенно эксклюзивными. Конечно, у приставки не получилось разорвать рынок, как у её предшественниц, но и провалом это не назовёшь. Кроме того, набитые шишки позволили компании научиться работать и с аудиторией, и некстгеном, что видно на успехе всё ещё актуальной по ряду причин PS4. А что касается третьего PlayStation, то тут осталось только пригласить вас в комментарии для уже ваших воспоминаний об этой приставке. Помимо комментариев, жду ваши лайки и расшевелённый колокольчик, а также вас самих на нашем сервере в Дискорде, в профилях ВКонтакте, ТикТоке и Твиче. Мы прошлись по всем игровым приставкам от восьми биток до актуальных платформ и даже немного ПК зацепили. Но ведь этим наш с вами игровой опыт не ограничивается. Есть ещё много интересных тем, которые можно вспомнить. Так что скоро услышимся. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!